Добрый вечер! В эфире телекомпании «Город» программа подробностей. Мы пригласили в гости народного артиста России, легендарного актера Рязанского театра драмы Сергея Леонтьева. На днях он отпраздновал юбилей. В 75 веселых историй вспоминается много, признался он за кадром, но сегодня хочется о серьезном. С каждым годом праздновать юбилей интереснее? Нет. А что меняется? Вот вы смотрите, как меняется время, как меняются актеры. Вот недавно мы снимали ваших коллег, и они говорят, раньше было немножечко по-иному. Это профессия такая, ходит копилка такая. Вот ходишь и смотришь, почему человек бежит к автобусу, который уже вот-вот отъедет, и почему он улыбается в это время, например. Какая-то дурацко-идиотская улыбка. Запоминаю. Потом себе объясняю, почему это с ним происходит такое дело. Вот. Какая-то старушка, какой-то человек. Почему человек, вот вроде радоваться надо, а он плачет. От радости плачет. Парадокс. Ага, это интересно. Себе в копилочку. И так далее. Вот эти наблюдения, это в основном, вот это и есть наша профессия. Потому что в репетициях мы уже как бы вытаскиваем из памяти вот какие-то такие жизненные. А бывало у вас такое, что спектакль, нужно заплакать или какую-то эмоцию, а не получается на душе по-другому? Ну, парадокс. Когда вот нельзя плакать, тогда вот плачутся. То есть, когда человек сдерживает слезы, они сами. Ну, стыдно там, я не знаю, или еще по какой-то причине. Или когда нельзя смеяться, например. Ну, это часто бывает, да, где-то на уроке в школе, там, в библиотеке, когда тихо, там, или в компании, чтобы не показаться дураком. Когда сдерживаешь смех, тогда вот тебя и распирает от смеха. То есть, как бы, вот сдерживает, как бы вот, когда чайник кипит, вот этот принцип... Вы стараетесь эмоции вспоминать какие-то? Сложнее немножко. Есть закон о действии. Вот Станиславский, он, как говорится, все равно, вся система на этом состоит. Что делает человек, когда ему смешно? Что делает человек, когда ему, там, грустно, печально? Какие поступки он совершает? Какие действия совершает? И когда эти действия начинаешь совершать, то через подсознание возникают вот нужные эмоции. Конечно, эмоциональная память, то, о чем вы спросили, тоже очень важна. Уйдешь на спектакль, собаку задавила, и она так кричала. Я до сих пор это помню, случай на выездном. Но я так играл в этот вечер, как никогда. Вот эта эмоция, как бы, пришла, и я ее донес, как бы, и вот она была, наполнила всю мою роль. Ваши любимые работы какие? Ой, много. Сейчас сложно сказать, какие нелюбимые. Они поначалу все любимые. А может быть, кстати, это интересно, какие нелюбимые. Опять же, из-за чего вот хочется что-то сыграть, да? Вот как нам, журналистам, хочется взяться за какую-то тему. Но, понимаешь, не твоя. Вроде сделал, вроде отклик получил. Но, понимаешь, что вот была бы твоя, было бы лучше. Знаете, я по себе заметил, что когда трудно работает сын, тогда получается роль. А когда кажется, ой, это мое, это я вот в одно касание сделаю, все. А потом дальше, когда уж начинаешь играть, играть, как-то все куда-то выхолощивается, что ли, не знаю. Как-то становится менее интересно. Вот мне кажется, вам очень повезло в том смысле, что вам довелось встретиться с прекрасными актерами, которых мы помним по советским любимым кинофильмам, с Мироновым. Это, мне кажется, тоже дорогого стоит. Расскажите немножечко о каких-то встречах знаковых, которые были в жизни. Много. Был и Остангов, был и Алексей Грибов. Когда я начинал здесь в театре, Абрикосов, тут папа Андрей Абрикосов. И Быстрицкая, с ней я на руках носил, играли «Бешеные деньги». И очень много было актеров. С Смоктуновским же мы играли. А для нас, я ведь шестидесятник, и когда он появился, и князь Мышкин, и 9 дней одного года особенного, мы же были потрясены, это новая школа, это открытие вообще в психологии актерского искусства на сегодняшний день. Это было просто, просто. И вдруг я с ним играю, это, конечно, было. А учиться приходилось. Ну, у нас курс очень сильный был. Когда поступали 200 человек на место, представляете себя. Вот, это три было самых сильных вузов по Москве. МХАТ, ГИДИС и Наша Щука. Вот, Андрюша, если вы про него хотели спросить, а Миронов, начинали одинаково все, одинаковые пацаны. И тоже ходил полненький, пухленький пацан. Мы его больше знали как сына Марии Мироновой. Потому что она же звезда была в советские времена такая, что просто номер один. Она и Райкин. Поэтому я маме говорю, ой, я поступил, и на нашем курсе будет учиться сын Марии Мироновой. И уже потом, когда мы работали, я стал замечать, как он грызет, как он въедается. Он же с красным дипломом закончил. Он к третьему курсу был уже звездой на нашем курсе, потому что работал как никто из нас, из всех. Мы, в общем, лентяи, студенты, и стипендию получил, пошел, как-то расслабился. Он никогда, у него всегда белый воротничок или цветная рука, всегда накрахмаленный, всегда шикарные ботинки, всегда в костюмчики. И вкалывал как, я не знаю, работал как. Хочется понять, вот темп, меняется ли что-то? Может быть, какая-то размеренность появляется? Может быть, появляется... С возрастом? В смысле? Не хочется говорить слово «возраст», хочется говорить слово «опыт». Почему я же не женщина? И, как ни странно, дольше приходится работать, потому что я, когда пришел в театр, мне море по колено. Я лучший вуз в страны закончил. Я пришел, ну, чуть ли не премьер, да и мода была на молодежь 60-е годы. Я мог играть буквально все, действительно все играл. А сейчас начинаешь задуматься, все ли так, все ли правильно, все ли, Вера, ты уже не просто мальчишка, которому море по колено, а ты уже как бы на тебя и смотрят иначе, и на улице здороваются, иногда вспоминают. Недавно одна женщина говорит, ой, я помню вашего Тибальта. А так это было в 64-м году. Ну, как приятно такое услышать. И ведь не пожилая женщина, хорошо выглядит. Я, говорит, помню вашего Тибальта. Играл все сложнее. Сейчас сложнее, потому что уровень... Востребованность другая, ответственность другая. Так ведь и молодежь другая, которая приходит. Мне кажется, может быть, я ошибаюсь, вы меня поправите, я хочу за это сразу извиниться, но мне кажется, они не настолько усидчивы, все как-то мимолетно. Вот здесь и сейчас это важно, мне так кажется. Это правда? Конечно, конечно, это так. Ну, видите, какая штука. Это долгие разговоры, это, в общем-то, телевидение, это не ваш адрес, в общем, сыграло плохую роль для нас, для всех. Не потому что там программа, я не имею в виду содержание, а сам факт появления искусства дома, что у тебя за чашкой чая все, что угодно, и смоктуновский, и там что-то... То есть ценность искусства, вот эта вот, она как бы ушла. Потому что раньше человек готовился к театру, за неделю доставал билеты, как-то сам, за семью шли в театр, события в фойе, гуляли, смотрели друг на друга себя показать. Как на бал? Конечно, готовили. И уже вот это вот зритовский настроек... Есть ритуал некий, да, действительно. Он передавался на сцену. Иное отношение к актерам, к театру, к декорации, музыке, это все как-то, ну, как в храме, да, ведь там же никто пьяный не войдет, не закурит, да, почему там же не стоит милиционер? И так и раньше в театре было. Вот эта волна, вот то, что к тебе пришли, от тебя хотят, она такую давала, планку поднимала для актеров. Это такая подушка. Игралось по-другому. А сейчас же надо их затащить, сейчас же их надо заинтересовать. Клиповое сознание, компьютер. На чем вы работаете сегодня? Ой, ну, это просто подарок судьбы, счастья. Вообще у нас сезон Джанануи открыли. Потом Шекспир, Король Лир. А сейчас работаем над Чеховым, Чайка. Работаем над Чеховым, нехорошо звучит, над ним нельзя работать, он над нами работает. Это такая школа актерская, это такая литература вышла. Это драматург номер один для России. И не только для России. Он же в Японии самый почти национальный драматург. И по всем странам мира. Недавно французы привозили Чехова. У нас играли такие композиции из его произведения. Это же такое было событие. И вот Чайка сейчас. Мы работаем, и нам с режиссером повезло. Буквально пару слов нашим телезрителям и вашим зрителям, которые придут на вас в очередной раз посмотреть. Театр – это особая атмосфера единения, вот тех вот сопереживания с тем, что происходит на сцене. Именно сочувствие. Как утечиво нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. И нам сочувствие дается, как нам дается благодать. И вот когда это сочувствие возникает, возникает спектакль. То, что мы заготовили, это только репетиция, это болванка. А вот когда идет волна из зрительного зала, и у нас что-то такое непонятное, что возникает, и мы отвечаем, они это чувствуют каким-то образом. И дают еще волну. И вот это вот взаимопроникновение рождает это чудо взаимного постижения добра и зла. Отношение к родине, к любви, к хорошему и плохому. И к хорошей литературе, к хорошей драматургии. Спасибо вам. Спасибо за эти 10 минут. Я думаю, наши телезрители услышали все, что было важно. Если вы что-то пропустили, заглядывайте на наш сайт. город62.тв. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин